Всем привет, меня зовут Артур, и сегодня мы с вами посмотрим игрушку по названию Project Tetra. Игрушка, которая не скрывает того, что она была вдохновлена Hyperlite Дрифтером, но я очень надеюсь на то, что разработчик добавил игрушке чего-то своего, то есть сделал ей свое лицо. Она может выглядеть как Hyperlite Дрифтер, но хотелось бы, чтобы она все-таки была со своим каким-то подходом. Дело в том, что я одобряю и приветствую моменты, когда люди пытаются сделать на основе каких-то своих проектов что-то свое, то есть особенно когда чему-то учишься, ты всегда пытаешься кому-то или чему-то подражать, а потом на основе этих подражаний ты уже вырастаешь во что-то индивидуальное. В данном случае, я надеюсь, что произойдет примерно так же, нежели как когда делали Darkest Dungeon и на его костяке появились такие, как Erratus, например. Хорошо. Здравствуй. Оу, ты живой? Я нашел тебя в лесу недалеко древних руин. Я изо всех сил пытался тебя починить, но все же ты был едва жив, когда я тебя принес сюда, и твое ядро памяти, я не смог его спасти. Что? Ребенок? Извини, я нашел только тебя. Мы извинения, у меня дела на поляне к западу отсюда. Встреть меня там, и я расскажу тебе все, что знаю. То есть, я тебя понял, он нас спас, но он не смог сохранить наше ядро. Знаете, я, в принципе, почитал немножко об игре перед тем, как ее включить, и я знаю, что мы с вами будем искать нашего ребенка. Но сейчас я немножко в недоумении, просто потому, что получается, что мы играем сами со своего рода робота, или может быть... Хотя нет. Возможно, мы скорее играем за киборга, то есть модифицированного человека. Потому что, если у нас есть какое-то ядро памяти, это значит, что мы можем его, как бы, заменять, но... Ребенок? Хорошо. Это что такое? Так, ну, я не буду трогать никого, кто к нам... Кто нас не будет трогать, потому что каждая жизнь ценна. Кто их, чтобы ее отнимать? Хорошо, он говорил, на самом деле, что мы можем вернуться, чтобы задать ему какие-то вопросы. Но... А, вот он. Хорошо, давай поговорим с ним еще здесь. Ну-ка. Оу, ты здесь? Тебе лучше? Да, да, насчет леса. Видишь те светящиеся огни? Это сила Тетры. Эта земля процветала, пока люди использовали силу кристалла. Но кристалл стал проклятием этой земли. Машины были повреждены. Твои ядра памяти? Большинство из них были разрушены, а некоторые просто пропали. Возможно, машины украли их. Им нравится собрать всякие штуки. Скорее всего, они отвезли их в подземный объект для извлечения. Если все же решишь пойти, то у себя дома я кое-что для себя оставлю. Это поможет тебе быстрее бегать и перепрыгивать в пропасти. Не волнуйся, я уже слишком стар, чтобы сейчас этим пользоваться. Удачи, друг мой. Я тебя понял. Сейчас у него в доме лежит то, что нам нужно. Но получается, что он вполне вероятно точно такой же, как и мы. То есть я имею в виду человек, который просто может использовать какие-то импланты. Возможно, вот этот мир, альтернативная вселенная нашего мира, что ли. Возможно, здесь обычные люди, они модифицируют себя с помощью как раз имплантов. Я просто действительно вспомнил, как это было в Hyper Light Directory. Мы тоже играли за человека, но по сути модифицированного человека, который мог так или иначе себя как-то улучшать. Но тем не менее, он все еще оставался человеком. Так, ага, теперь мы можем, по идее, дышать. Знаете, знаете, как здесь устроено управление? На самом деле, я хотел попробовать поиграть на геймпаде, но, к сожалению, не получается это сделать, потому что управление здесь сейчас пока что разделено примерно таким образом. То есть, знаете, вот эти старые игрушки, когда вы играли на одной половине клавиатуры, клавиатуры на... Там, допустим, у вас было движение на одной половине клавиатуры, а на другой половине клавиатуры у вас была... У вас было... Допустим, прыжки и удары и тому подобное. А здесь работает примерно точно так же. Так, погоди. Давай сначала мы еще раз к нему подойдем. Потому что у меня все еще есть к нему вопросы. А, он больше ничего не говорит, он повторяет то же самое. Я тебя понял. Хорошо. Знаете, о чем я подумал? Вот, допустим, какой-то независимый разработчик создал игру, предположим, того же Hyper Light Drifter, да? Он рассказывал одну историю одного человека в данном случае на каком-то одном конкретном отрезке мира. А тебе представьте, как было бы классно, если бы... Так, подожди, а мы... Ага. Так, я бы тебя понял. На этом самом, на... В клавиатуре... В смысле, на мышке я могу включить прицел, но... Кажется, мне это сильно не помогает. Короче говоря, представьте, независимый разработчик сделал историю в одном мире, верно? А другой разработчик, который просто... А, сохранение. Который просто, возможно, вдохновляет... А, я могу менять немножко освещение, серьезно? Интересно. А, вот так вот можно даже... Угу. Так, ну, ясно. Мы теперь можем, похоже, стрелять и... Стрелять и сдавать с мячом. Это очень хорошо, но, честно говоря, я натыкал это абсолютно случайно. Ну, хорошо, вы не имеете в виду. Мне даже кажется, что какая-то кнопка просто блокировала это. То есть, я нажал на какую-то кнопку, и оно просто активировалось. Ну, хорошо. На самом деле, это пока все простительно, но просто потому, что игра... На самом деле, выглядит опасно. Такое впечатление, словно, оно могло взорваться, но, похоже, я что-то активировал. Вот эти пилоны, я так понимаю, стрелять и назвал вот именно их силой тетры, или что-то такое он говорил, да? Что-то, что... осквернило здесь машины. Если я его, конечно, правильно понял. Так, ну хорошо, у нас на самом деле есть несколько путей. Можем пойти пробовать налево, можем пойти пробовать направо. И тем, наверное, направо. Потому что, учитывая, что я активировал чисто случайно сейчас сражение, я думаю, что нам это должно было даться, наверное, может быть, позже немножко. Короче, представьте, что другой разработчик подхватил бы идею мира у первого разработчика, и просто... Допустим, он смог нарисовать в таком же стиле свою игру, и просто начал в этом же мире рассказывать свою историю. Это было бы так классно. То есть, представьте, разработчики со всего мира подхватывали бы идеи других своих коллег, предположим, и просто развивали бы их. В этом же мире делали свои какие-то отдельные истории, вот как вот это, предположим. Представьте, что в этот самый момент Hyperlight Drifter пытается... Город? Серьезно? Представьте, что в этот самый момент тот Hyperlight Drifter пытается излечиться из болезни, найдя вот то сердце. В тот момент, когда этот человек пытается найти своего сына, уже совершенно на другом конце планеты. Здравствуй. Ты отправляешься в руины в лесу? Там попадаются всякие хорошие вещи, если не врезаешь снимать их с трупов. Ага. Ясно. Ну, по сути, что мы сами сделаем? Мы сейчас отправимся туда, где нас, по идее, нашли, и будем пытаться... разобраться с тем, что происходит. Верно? Так, погоди. Вся проблема в том, что мы с вами потеряли наше ядро. Наше ядро памяти, и теперь у нас будут проблемы в том, чтобы вообще вспомнить, что... А, я появился... Я тебя понял, я появился в этих самых коробках. А, вижу, слева внизу это, получается, валюта местная. Я тебя понял. Кто это? Слушай, а мы не один такой путешественник. Меч. А, я тебя понял. То есть, получается, что я чисто случайно активиру... Ммм... Здесь была такая кнопка, которая, видимо, чисто случайно активирует нам всё и сразу. То есть, и только теперь я, похоже, могу... Могу сражаться, да? То есть, а пистолет мы, по идее, наверное, должны найти дальше. Хорошо, а как же... Как же я должен был разбить бочки в сессии? То есть, я как-то должен был, наверное, попасть... Наверное, сначала должен был быть пистолетным у нас, да? Только потом всё остальное. Ну, хорошо. Давай пока сходим сюда. Тихо, тихо, тихо. Нет, видимо, меч у нас должен был появиться сильно раньше. Хорошо, предположим. Зараза. Да твою мать. Так, ну здесь так же, как и в дрифтере, по сути, у нас дэши. Дэши зависят от нашего... От нашей вынусливости. Но стоит ей чуть-чуть накопиться, как мы сразу же можем её снова использовать. Так, мастерик нас предупреждал, что здесь довольно опасно, потому что все машины, которых мы будем встречать, они просто... слетели с катушек. Вот это я не совсем понимаю, что это такое, что мы сейчас делаем. Так, идём пока направо, наверное, от того монетка укатилась. Ага. Бластер. Угу. Вот и первое, по сути, наше было оружие. То есть мы, наверное, должны были просто миновать друидов, а потом, когда у нас появился бластер, мы должны были их пристрелить. Потом мы с вами пошли вниз, взяли меч, и только теперь мы с вами можем идти, по сути, наверх. Я просто пытаюсь восстановить хронологию событий, как мы с вами должны действовать. Либо мы с вами идём наверх, допустим, да, либо мы с вами сейчас можем вернуться к старику и попробовать пойти... Попробовать пойти, предположим, налево. О, Господи. Я в какой-то момент подумал, что я сейчас выстрелил в него. Вот здесь меня интересует, что здесь такое. А здесь ничего. Серьёзно. Ладно, я думал, что там что-то есть. Хорошо, то есть, по сути, у нас пока что больше ничего такого нет. То есть у нас есть только дэш, меч и стрельба. Пока что это всё. А что там у нас? Угу. То есть я, получается, просто падаю. И ты мне говоришь всё то же самое. Я, честно говоря, думал, что мы с ним сможем торговать. Хорошо, допустим, идём пока, наверное, наверх. Странно, что у нас повреждён модуль памяти, но мы, по сути, помним, что у нас был сын. То есть, получается, что у нас должно быть, как минимум, два ядра памяти, что ли? То есть, потому что если повреждается ядро, то оно должно было влиять на всю память в целом. Разве нет? Эта дверь обесточена. Если ты найдёшь что-то, чем можно было бы ударить по батареям, это открыло бы её чем-то вроде энергетического меча. А, вот оно что. То есть, ммм. Получается, что меч, который мы с вами взяли, энергетический, он может заряжать те батареи, которые мы только что находили подруги. И именно эти батареи... Должны были открывать эту дверь? Нет. Это эти батареи, и эти батареи поднял. Я, честно говоря, думал, что мы те батареи должны будем находиться с вами по ходу дела. Перед тем, как открыть эту дверь. Хорошо, допустим. Ау, ты-то уже коллекционируешь карты? Говорит, что он парочку карт уронил где-то там в лесу. Короче говоря, ясно. То есть, я так понимаю, что здесь есть своего рода коллектабл. Или это всё-таки на что-то будет влиять? Я думал, что он бы так просто эта дверь не откроется. Я думал, что эти батареи, которые мы сейчас подняли, я думал, что они сломаны. Потому что, видите, они чёрные, по сравнению с теми, которые там были, зелёненькие. Я думал, что мы просто будем сейчас ходить... Допустим, две батареи мы нашли там сзади, и остальные две найдём. Одну слева, одну справа. Я думал, что будет примерно так. Посмотри на эти машины. Они здесь стоят уже очень давно, потому что, допустим, робот уже покрыт мхом. О, ну-ка. Что вот это вот такое? Странно. Вроде как туда можно попасть, но тем не менее, одновременно с этим же и нельзя. А может быть, если я туда выстрелю, я помню, что в Хэппи-лайте, да, такое практиковалось. Ага, секретки. Отлично. Налечие секреток уже говорит о том, что может получиться что-то хорошее, учитывая, что секретки здесь довольно неплохо оказались спрятаны. Хм, я тебя понял. То есть мы взяли бластер и должны были вот таким образом сейчас... А, я взял здесь бластер, и здесь я должен был его активировать. Всё ясно. Тюх, я просто не заметил. Хорошо. Просто потому, что карта не подвинулась в определенный момент, и в итоге я должен был попасть сюда. Всё ясно. Хорошо. Вы не имеете в виду. Я так понимаю, что за этой дверью у нас находится тот самый лес, про который все говорят. Именно там, где нас нашли. А это, по сути, было безопасное место. Но тогда почему эти роботы нас напали? Друиды, которые... Так, меч. Я пытаюсь это сделать аккуратно, потому, что я не хочу убивать этих животных, я так понимаю. Очень сильно напоминает Hyper вот именно в данный момент, потому что подобные штуки были... были там. Так, и там мы в итоге находим с вами меч. Точнее, мы наход... Мы находим меч, и в итоге идём вот об эту сторону. Всё понятно. Честно тебе сказать, немножко всё это не очень очевидно. Ну, просто... Просто из-за того, что я активировал это случайно чуть-чуть раньше положенного. В этом вся проблема. Не должно было так происходить, но ничего страшного. Ничего страшного. Главное, что теперь мы знаем, что нужно идти сюда. Но в итоге это оказались не секретки. Это не очень хорошо. Так, это нас в итоге принесло куда? Принесло в тот самый лес? А-а-а, смотри. А вот теперь мы с вами активируем батареи, видимо, в разных местах. То есть, видишь, здесь одна батарея, ещё три, и сейчас нам нужно будет уже сходить в другом месте, для того, чтобы активировать дверь и пройти, видимо, в центр этих руин. Это те самые руины, про которые нам говорили. То есть, находящиеся в лесу, около которых нас и нашли. И зачем мы сюда шли, честно говоря, пока непонятно совершенно. Бомба. Угу. То есть, пока что я эти бомбы активирую просто так. То есть, у меня их... У меня пока нету как таковых зарядов или что-то в таком духе. То есть, я могу их активировать постоянно. Ой! Сразу. Хорошо, допустим. Мне сейчас интересно, будет ли здесь ещё какой-нибудь, предположим, босс. Мне очень интересно, как они здесь реализованы. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Как много я могу выкинуть за один... За один присест? Наверное, очень много, да? Тихо-тихо-тихо-тихо. Охренеть! Просто охренеть! Хорошо. Давай пробуем ещё разок, только попробуем их... Их отстрелять. Они, на самом деле, не очень сложные. Они стреляют всё на всё по несколько ударов. Просто... Начнём с того, что мы с вами были не очень готовы из-за того, что у нас уже было со здоровьем проблема. Кстати, я так понимаю, что стрельба у нас зависит от скорости нажатия на данный момент, да? То есть... Да, то есть я могу стрелять тупо как Джейкобс Борда Лэнси, то есть в зависимости от скорости нажатия на... На клавишу. Хорошо, допустим. Получается, что нам сейчас нужно активировать всё-навсего ещё одну батарею, которая находится так мимо слевой стороны. Ну, в общем, знаете, я могу уже небольшую вердикт высказать, потому что... Вот сейчас меня убили, и мне пришлось пройти, получается, чуть ли не с самого начала, просто потому, что мы там сохранились. И мне этот момент понравился, то есть получается, что здесь как-то какового апса сохранения нету, то есть нам нужно думать, когда нам нужно сохраниться. У нас есть определённое... определённое место, где нас сохраняются, хотя вот здесь вот должно было быть сохранение всё-таки, потому что перенесло чёртю откуда. Но... Пришлось начинать именно с момента... С момента того, как мы поговорили с дедом и попали к первому пилону с сохранением. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Дорога. Вот. Я сейчас, получается, сделал всё как положено. То есть я имею в виду, что я сходил сначала за мечом, потом сходил за пушкой. И знаете, что нужно было сделать, оказывается? Оказывается, нужно было, чтобы пройти через тех двух роботов, они, получается, стреляли и разбивали с вами снарядами ящики. Вот. И когда они разбивали, я мог просто пройти дальше. Вот как-то так планировалось. Планировалось... Планировалось... Планировалось, чтобы мы с вами смогли пройти. А, у нас, получается... Я понял. У нас зависит от... от нашей энергии. Я понял. От энергии зависит то, как быстро и сколько мы вообще можем стрелять. Я тебя понял. Хорошо. Я так понимаю, что мы можем уже проходить дальше. Угу. Так, этот выглядит опасно. А там слева что-то есть. Я так понимаю, это что-то вроде секретки. В общем, могу вам сказать, что мне понравилось то, что нужно сохраняться у определенных точек, своего рода бунфайров, да, будем их так называть. Я не знаю, возможно, зря я его убил. Может быть, стоило сначала с ним поговорить. Мне интересует вот эта штучка. Видите, там что-то есть. Но мне кажется, что конкретно здесь невраждебных существ нету. Нас предупреждали, что все роботы здесь немножко повернуты. С какой целью мы сюда шли, интересно. Слушай, я могу может быть туда задэшить? Ну-ка. А-а, до дэшить я не могу, а почему-то восстановило меня черти где, допустим. Короче говоря, это то, что мне понравилось. Мне пока что на данный момент не нравится то, что персонаж по миру передвигается очень быстро, очень резко. Я думаю, что он должен быть примерно в два раза медленнее, чтобы я ощутил все эти локации. То есть, я не чувствую, чтобы персонаж как-то подвластен мне, что ли. То есть, он очень резкий. То есть, я думаю, что его нужно сделать чуть-чуть медленнее. Ну здравствуй! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, теперь я могу убить, да? Подожди, я могу сделать именно по-другому. Я мог ему накидать, допустим, бомбочек туда. Просто эти бомбочки, мягко говоря, не очень удобно находятся. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас. Надо, наверное, не мечом его убить. У нас меч хороший, но я думаю, что лучше накидать ему бомб и стрелять его. И стрелять в него вот этим самым, да. Есть проблема, бомбы очень долго детонируют. из-за такой долгой детонации не успевает это самое взорваться. Охренеть можно! О-хо-хо-хо-хо! Так, он решил вообще всю дерьмо в меня выплеснуть, я тебя понял. Слушай, я предлагаю его просто зарубить. Зараза! Хорошо, Страж, давай сразимся с тобой снова. Я сейчас научился делать довольно прикольный удар, вот такой, смотри. Он очень мощный, но правда требует заряда энергии, просто хотя бы для того, чтобы сделать дыш. Тихо-тихо-тихо, родной. Ага. Но удар очень мощный. Я, кстати говоря, выяснил, что это за батареей. То батареи, это оказывается батареей лечения, то есть ты, когда их активируешь, ты, грубо говоря, восстанавливаешься. То есть, грубо говоря, если мы сами играем со своего рода андроидом, получается, это довольно логичное решение. То есть ты, получается, подходишь к своего рода стационарам, тихо-тихо-тихо, к станциям обслуживания андроидов и, по сути, лещер, что уголовник. Это довольно прикольное решение, мне кажется. И знаете что? Я хочу сказать, что босс, ну, скажем, скажем прямо, он не самый простой на свете. То есть, мы встречали куда проще, и я сейчас очень приятно удивлен. Так, это кристалл. Ага, ясно. Ну, знаете, могу вам сказать, так, подожди, а если мы, а мы с вами возвращаемся в меню, я тебя понял. В общем, могу вам сказать, что игра мне понравилась. На данном этапе, вот такая, какая она и есть сейчас, она прикольная. Единственное, что нужно поработать на такими деталями, как музыка в данном случае, потому что музыка, музыка, она прикольная. В принципе, она не напрягает, но мне кажется, что нужно все-таки немножко другие инструменты подобрать, чтобы она была более фоновая, что ли, то есть, более атмосферная. То есть, высокие инструменты, мне кажется, не очень подходят для фоновой музыки, но это такое-то. Другое-другое совсем. Вот это вот, вот этот бочонок, это оказывается, вот эта батарея, она нас, оказывается, лечит. Довольно прикольно, кстати. То есть, мне понравилось тоже это решение. Мне понравилось решение со стационарными, ну, со своего рода бунфайерами, где мы сохраняемся, но все-таки около босса он должен был быть тоже, я полагаю, потому что бежать отсюда довольно далеко. Вот, помимо прочего, хочется, чтобы персонаж передвигался немножко медленнее, потому что я почему-то не ощущаю его движения в этом случае. У меня, когда он так быстро передвигается, складывается такое впечатление, словно, словно я играю в очень старую игрушку, где передвигался, получается, не персонаж по миру, а мир под персонажем. Он стоит по центру, получается, передвигает ногами, а мир под низом бегает. Вот что-то такое у меня, почему такая ассоциация, не знаю. Вот. Короче, поработать еще над мелкими деталями, то есть, когда, допустим, падаешь в этот самый, чтобы тоже, просто его не так резко, чтобы все это было плавнее, то есть, падаешь в пропасть, именно падаешь в нее, а не просто телепортируешься. Ну, короче говоря, на данном этапе, в принципе, у игры есть свое лицо, и я надеюсь, что разработчик продолжит в том же духе, потому что мне игрушка понравилась. Если он продолжит ее дорабатывать, то я бы с удовольствием в нее поиграл, потому что мне понравилось. Я надеюсь, что вам тоже. Ладно, увидимся с вами в других добавляшках. Все, всем пока. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok